Я для самых тупорылых объясняю. Самые тупорылые. Есть такое понятие интернет. Интернет не принадлежит ни одной организации. Нет. Вообще-то интернет появился достаточно давно. История этого возникновения самого интернета это все-таки не Россия. Россия тогда не существовала в природе. Ее не существовало в природе. Была Российская Социалистическая Федеративная Республика. А это еще было очень-очень-очень-очень давно. Да-да-да-да-да. Интернет это вообще-то была другая контора. которая подразумевала первоначально некоторое противодействие российской агрессии, в смысле советской агрессии. А потом уже все это дело развернулось. И мне когда говорят, что у нас Российская Федерация что-то нам втирает по образу интернета, я говорю, а вы кто такие? Вы кто вообще такие? К слову о том, что они нам запрещают рекламировать в интернете. Да никто не собирается рекламировать в интернете. Мало того, это все даже не реклама, это мысль немножко другая. И она где? Она не в интернете располагается. Это отдельная контора под названием YouTube. В YouTube, пожалуйста, можете рекламировать все подряд. Не верите, вбейте пожалуйста любое пиво и определитесь. Если вы хотите не пиво, так вбейте бир и там убедитесь. То, что на YouTube никаких проблем нет с рекламированием пива. Это отдельная структура, она в интернете естественно. Вы можете смотреть, можете не смотреть. Это ваше единственное право. Те, кто подписывается на меня, это дело смотрят. Потому что я никогда не буду вам врать. К слову о том, что мы не будем вам врать о тех вещах, про которые мы сегодня переговорим. О качестве приготовления замечательного пивового напитка. Где мы будем говорить? В аквилоне, рядышком. Сбоку находится то, что вам дает замечательное и качественное пиво. Лучшее пиво, Верхневральское. Это конечно очень плохо. Я не понимаю, что у нас творится Государственная Дума. То есть я бы, конечно, разогнал, потому что что-то я не вижу удовольствия от того, что она вообще существует. То есть стандартным людям она как-то не дает возможности существовать-то. Мне так лично кажется. Может быть, я не прав. Не знаю, о чем идет речь. Ну да ладно, не в том суть событий. Хотя жалко. Жалко потому, что мы говорим вам качество. Мы вам говорим об истории отношений. Мы вам говорим о том человеке, который решил восстановить удовольствие. И я сейчас небольшой экскурс в истории расскажу про пиво. Пиво это очень древний напиток. Еще 10 тысяч лет до Рождества Христова мы пили пиво. То есть само произведение, само качество изумительного пива, оно вам дает хорошие вещи, кстати. То есть удаляет, если это качественное пиво, верхневральское пиво, то удаляет, соответственно, из вашей крови, есть такая штука, алюминий, который затем приводит к болезни Альцгеймера. В нем очень много полезных веществ, однозначно. То есть порядка 300 полезных веществ находится в этом пиве. Что касаемо вообще пива как такового, почему оно началось у нас, там, где виноград не всегда водится, а это довольно-таки интересная штука под названием, ну, это даже не субтропики. В субтропиках, ну, или ближе к субтропикам растет виноград, а севернее виноград не растет. В севернее люди всю жизнь употребляют замечательное пиво. Их было очень много сортов. Так вот, о чем мы сейчас будем говорить? О том, что этот сорт варится, варится качественно, ровно и красиво. А есть товарищи, которые этим вещами не занимаются. Сейчас объясню дивную ситуацию. Объяснение будет достаточно простое. То есть кто у нас зарабатывает деньги на воде? Кто? Да все подряд. Кто вам продает обыкновенную воду? Просто газируй ее. И это такие шипзоидные ценники, с чего вдруг бутылка обыкновенной воды стала стоить 35 рублей. У нас вода, что ли, приподнялась в цене? Нет. Вы это дело покупаете? Ну, покупайте. Что я могу сказать? Вот. Есть еще агрегаты, которые добавляют немножко вкусовых добавок. И такие структуры, как пепси, кока-кола. То есть они просто на воде делают деньги. Цена двух литров получается в районе там 120-130 тысяч рублей. Два литра. Может еще и выше. А вы думаете, что люди, которые вам подают пиво, этим делом не занимаются. Ну, здравствуйте. Естественно, занимаются. То есть другие вещи, что они делают? Они ничего не делают. Они даже, они ничего не варят. У них все это готовое. То есть они разбавляют все это дело, и получается димедрольно-алкогольная смесь. Где вы в новом состоянии, и все. Вы это 100% будете. Другой возникает вопрос, где вы сможете что-то пить нормальное. Ну, объясню ситуацию. Наши сетевики вообще ничего не предлагали. Мало того, нормальные сетевики, это были не сетевики, эти были ларьки, в которых я лично занимался. Мы в свое время вам возили качественное пиво. Это было в свое время. После этого люди пришли, люди захотели денежки. Понимаете, самая забавная ситуация, что если бы это были нормальные специалисты, которые вот здесь занимаются этим пивом, тогда было все хорошо. Но эти же специалисты ничего не делают. Им нужны ваши бабки, а вы их послеваете. Даже невзирая на то, что цена литра может быть стоить дешевле. Вы же должны думать о собственном здоровье. Так вот, собственное здоровье, оно делается, и вы можете его купить. Где вы его можете купить? Здесь, в Вавилоне, справа. Сейчас мы проедем в тройку, и потом вернемся на Комсомольскую 25. Но, тем не менее, почему все-таки верхневуральское пиво? То есть есть же много разных пивов. Да, пиво есть разное. Ну, верхневуральское, оно, во-первых, приятно пьется. Сколько бы ни пробовал, ну, возвращай всегда в эту пивоварню. И лимонад ребенку тоже здесь беру, потому что оно вкусное и приятное. И вода там вкуснейшая, да ведь? Да. Потому что оно на том же самом месте располагается. И ребенку вкусно, и вам тоже приятно. Да, очень приятно и удобно по месту расположению. Точка может вам нравиться, может вам не нравиться, но люди сюда ходят за тем, за тем, что им нравится удовольствие. Удовольствие, а не кислотное брожение. К сожалению, мы сейчас перевернулись. То есть нам не надо ничего. Мы должны срочно сдохнуть. Я по-другому не вижу необходимость нашего дивного государственного управления. Почему мы не можем жить нормально? Мы можем жить нормально. Дайте людям возможность заработать. Но мы не даем людям возможность заработать. У нас все сделано через состояние такого, знаете, злобного быдлости. То есть все из быдла что-то внезапно решили воткнуться куда-то выше, да, получается. И вы решили на всем, на всем, на всем деньги заработать. Я вот сталкиваюсь с этим, понимаете, мне ничего-то не получается. То есть, как бы вам сказать то. Вы попытались уничтожить нормальное телевидение. Наверное, вы это сделали. Но вы не зацепили дивная штука под названием YouTube и остальные телевизионные каналы, которые не приспособлены. И они думают своей головой, а не вашей головой. Так вот, я своей головой думаю о замечательном канале. Это мой телевизионный канал. Там написано, Челейкин. История города Магнитогорска и вообще моя история. И в моей истории я не хочу, чтобы вы травились бурдемагой. Мы не будем травиться бурдемагой. И даже не травясь бурдемагой, мы знаем, где она в городе Магнитогорск продается. Рядышком с Вавилоном, торговый центр «Тройка» в этом месте. И это далеко не дебилизм. Потому что дебилизм продается в других районах и в других магазинах. Да он везде продается, но не в в Верхнеуральском пиве. И пока мы говорим о истории пивоваренья, вы можете зайти в этот павильон, который располагается рядышком стройкой. Здесь вся история Верхнеуральского пивного завода. Я-то, честно говоря, думал, что происходило разрушение достаточно длительное время. Оказывается, нет. Давайте определимся, с какого года я общаюсь с Верхнеуральским пивным заводом. Это было примерно в 2010-2011 году, когда я сделал свой ресторан, естественно. И я тогда точно знал то, что в моем ресторане люди не будут травиться ничем другим, не будут там травиться. Это моя жизненная практика и моя жизненная история. Мне не надо, чтобы вы там травились. Ладно, не в том суть событий, но просто именно тогда я первоначально приехал на пивной завод. И именно вот это здание, просто оно тогда еще они его как-то придержали, получается. Но будем говорить, через сколько мы умудрились развалить качественное предприятие. Вы думаете, что это достаточно длительное пронужуток времени, в течение 50 лет все дело разваливалось? Да нет, господа мои, ты только свистни нашим тараканам, и они все-все-все быстро разберут. То есть сам Верхнеуральский завод развалился, грубо говоря, за три года полностью унесли все, что можно. Это гонченые твари. Я считаю, что это просто конченые твари, твари и отморозки. Потому что так дела не делаются. Вы же что дело развалили? Ну ладно, вы развалили, да и шут с ним. Мы это дело вернули на круги своя. И то, что мы сейчас делаем, это вообще просто, это даже больший разворот. И никогда, никогда в жизни Верхнеуральский пивной завод не выпускал, грубо говоря, 6 или 7 сортов пива. Ну не выпускал, ну не было такого. Сегодня и сейчас выпускается, и вы можете все это дело попробовать. Почему я говорю, что это лучшее пиво? Потому что во всем мире очень много различных пивных заводов. В некотором количестве, да скажем так, наверное, в 95 процентов случаев люди просто хотят заработать на вас деньги. Это делают, естественно. Что же там сложного? Купил сусло, которое где-то типа сварено было, даже не, оно не было сварено. Зачем варить? Вы что там, с дуба рухнули, что ли? Просто ароматизатор доволнули туда, примочку вот типу пивную, да? И вы туда еще добавили алкоголь, и вот вам пиво сделано за 2 часа. Ну может быть и за час. А чего же не нужно, да? Вы же хотите себе бабки заработать? Да зарабатывайте. Магнитогорск не такой. Тот человек, которого я знаю, он совершенно не такой. И если честно, то как бы сказать, это пока не получается. Но мы вам говорим, качество, качество. Потому что человек решил. Знаете, я тоже решил. То есть в определенном возрасте, после того, как мне побахнуло инсульт, не суть какой-то. У меня рак же. Четвертая степень глиобластомы, да? С глиобластомы вообще год и три месяца, год и пять месяцев живут. У меня тут один товарищ с Америкой решил показать, что он круче всех. Задал вопрос, на тебе, посмотри сколько с глиобластомы в Америке проживают. Вот так, ааааа, потому что лучший вариант лечения, это естественно не капитализм, это 100%. Самый лучший вариант лечения, это естественно коммунизм, лучший коммунизм, где я лечусь естественно. Вот такая ситуация у нас возникает, то есть и я также возвращаюсь, также у меня есть определенное количество хобби, то есть все в порядке и человек демонстрирует вам возможность. Если вы хотите делать качественный бизнес, вот он телефончик, вы можете позвонить, организовать себе только в очередной раз, десятикратно, стократно, я тысячекратно буду говорить, не надо травить людей, забудьте про другое пиво, вам этого пива хватит, поверьте мне, там все, порядки надолго хватит. Позвоните, договоритесь, будет у вас изумительное пиво, которое вы будете. А кстати, если вы сильно-сильно хотите, купите себе холодильник, ну чтобы там температура была 4 градуса и это пиво вы сможете хранить не 7 дней, а неделю, две, почти месяц, потому что закон Гесса, а вы его не знали. Ну да ладно, почитайте внимательно, я-то его знаю. Вот вы смотрите, вы пьете качественный вариант, правильно? Да. Это же не то пиво, которое продается в ресторанах, там в этих, в седевиках, это другое пиво, правильно? Да, совсем другое пиво, и она гораздо вкуснее и по качеству она лучше. Однозначно лучше, да? Чем, да, вот в сетевых магазинах, в красно-белом там и других. И знаете, оно то, что вот не фильтрован, не каждый может его оценить, но есть ценители, которые приходят ежедневно, смотрят, пьют это пиво и оценивают его уже не плохо и не первый год. Знают, о чем они трети, да? Да. Не первый год они сюда ходят? Да, не первый год, да. Безусловно, я сюда хожу уже пять лет. Не нравится? Да. Вот мне один сорт нравится, и постоянно я прихожу сюда и доволен качеством пива. Я сегодня на Пикаву почитал, там в принципе сказали, за что вы будете бороться. Так я буду бороться за бесплатную медицину, лучшую. Я буду бороться за бесплатное образование полностью и высшее в том числе. Я буду бороться за заслуженные квартиры, чтобы мы выскочили из вот этого состояния злобного быдла, понимаете? А там что-нибудь себе купим. Машина это не самое нужное средство в этой жизни. Кроме всего, почему я надел эту замечательную бейсболку? Не бейсболку, это бейсболка с шильдиком Советского Союза. Дело в том, что когда я поступал, я еще поступал в горно-металлургический институт. Это было в 90-м году. Тогда еще была партия сложноватая, потому что дебил уже практически все разрушил. Ну, козел кончил. Ну да ладно. И в тот самый момент эта самая грамотная структура всегда вам говорила правду. Правду в оконцовке я вам сегодня прямо здесь расскажу на Комсомольской 25. Вот смотрите, вы хотите купить качественное пиво. Окей. Куда вы идете? Вы идете в сетевик. В сетевике. Давайте определимся, что такое пиво. Пиво это продукт естественного брожения. Это естественное брожение, понимаете? Это не искусственно. Если искусственно, то тема весьма другая будет. И посмотрите внимательно на чего. Давайте договоримся. Скажите, а вы посмотрите на дату изготовления и сколько хранится ваше дивное пиво. Так вот, нормальное пиво при комнатной температуре не может храниться более семи дней. Вы не слышали? Очень, очень зря. Я не буду ничего втирать для тупорылых, для самых идиотов, для придурков конченых. Залезьте, пожалуйста, в Википедию. Просто пиво воткните, и там вам все станет ясно. И вам станет ясно даже то, как люди нас обманывают. Каким макаром они нас обманывают. Они ее пастеризуют. То есть пиво доводится, ну такой весьма интерес к температуре, при которой она будет... И при какой... Не торопитесь, при какой температуре у вас... То есть еще, может быть, его можно варить при определенных условиях, но оно не может храниться долго при комнатной температуре. А температура, по которой они пастеризуют, это 70-80 градусов. Это что получится? Это получится бриятина. Так вот, этой бриятиной все занимаются. Все, от и до. Вы обратите внимание на любое пиво. На любое пиво. Еще один другой вопрос. Говорят, что вот вы можете рекламировать... Везде рекламируется, естественно. Это называется пиво, которое безалкогольное. Безалкогольное пиво не бывает вообще в природе своей как таковой. То есть, в любом случае, алкоголь там будет или 0,5 или 1 процент. Вы его не сможете убрать никоим образом, вообще в природе своей. Понимаете, да? То есть, даже вас там дурят. То есть, вам втирают то, что человек безмозглый, захотевший на вас заработать бабки, это делает. Это нормальное явление? У таких людей, как у дурака Махорки. В данном случае, Верхневральский пивной завод не хочет этого делать. Да, ценники выше. Но какое качество? Ну, какое качество? Ну, вы попробуйте это качество. Как бы вам сказать, таких заводов, такой завод, по сути событий, он один-единственный в мире, который выпускает 5 или 6 сортов пива. Он единственный. Потому что много различных пивных заводов, базарами. В 90 процентов случаев вас решают просто развести нападки. Ну, сусло добавляется туда уже сваренное. То есть, я еще раз говорю, что такое сваренное сусло. О, сейчас будет вообще интересно. Держитесь за стулья. Ну, сидите. Просто добавляется примерный аромат пива. Ну, примерный аромат пива. Вот что-то такое, да, и все, и все. И это сусло. Вы заливаете воду, туда добавляете нужное вам количество спирта, и все. К слову о том, что я почитал, что такое Википедия нам говорит о крепленных пиве. То есть, крепленное пиво. Вообще, как бы, по сути события, если мы варим пиво, можно делать его из различных веществ. Делается. Ну, у нас как бы все нормально и ровно. Мы возвращаемся на круги свои, естественно. Вот. Так вот, пиво не может быть крепче 9 градусов. Все остальное – это хрень. Хрень моржовая. Понимаете? Ну, можно что-то придумывать. Можно спирт добавить. Можно подсушить. Можно сублимированный остаток. Как бы вам сказать? Знаете, что такое сублимация? Расскажу. Это иногда, получается, вы можете воду заморозить, ну, до некоторого количества. Когда основная часть воды получится, выпадет, она станет сухой. То есть, ну, как бы, почти снег, но не совсем снег. А остальная часть, она еще живая будет. Так вот, этот снег – это какой-то кошмар. Такой бред сивой кобылы. Ради чего? Ради того, что что-то вам могут сказать. Ребята, мы не будем говорить о большом количестве пива. В небольшом количестве пива, так же, как в небольшом количестве алкоголя. В небольшом. Мы не говорим вам, упивайтесь. Да нет, конечно. Куда столько? Это невозможно. Я не понимаю, о чем они трещут. Я не понимаю, о чем они трещут. Потому что это пиво, оно дает вам полноту ощущения не только России, не только Чехии, не только Германии. Немецкое пиво, да, оно еще… Вы получаете удовольствие, пробуйте его. Самое главное, как я, вот, может быть, я это был бы, пил бы такое пиво, но я не пью, естественно. Но я-то знаю, о чем идет речь. Когда вы неторопливо пьете, не надо выпивать его сразу. Да здесь люди этим делом не занимаются. Они просто спокойненько получают аромат. Получают аромат. Для этого не надо. То есть, в принципе, от литра до… Больше, ну, не влезет никуда. Я вам честно говорю. Ну, не влезет. Да и вам не нужно будет. Это ровно столько, сколько вы можете выпить или, допустим, кружку… Ну, не кружку, нормальный бокал качественного вина. Вопрос, где вы это вино возьмете? Другой вопрос. Ровно столько же вы можете выпить всего 150 грамм водки. Больше не надо. Но не пейте ее сразу. А то есть товарищи, которые любят там сразу по пол-литра в себя вливать. Ну, это их не проблема. У них потом проблемы с алкоголизмом начинаются. Качественный алкоголь, он пьется неторопливо. И качественный алкоголь пьется красиво. И качественный алкоголь пьется в небольших количествах, естественно. Или вы думаете, что вся Америка, столько пьющая нация, далеко нет? Ну, посмотрите. Люди употребляют алкоголь. И даже если есть понятие слова «Чехия», то в Чехии вас не колбасят и не внедрают ноль промири. Зачем? Есть определенное количество пьетов. Ну, в смысле, алкоголя в крови. И вы можете ехать. Не будем говорить, что алкоголь – это вред. Не всегда он вред. Поверьте мне. В больших количествах вред. В малых, да никаких проблем нет. Потому что, как бы вам сказать, ну, где у нас люди долго живут? Ну, где живут долго люди? Где они жили раньше, когда все это дело было в составе Советского Союза? В Грузии, естественно. А грузины без вина не могут жить в природе своей. Вот они и пили. Вот они и жили. И жили очень долго. Очень долго. Гораздо дольше, чем нам сейчас воткнули. Потому что в среднем количество населения, ну, из мужиков-то, как бы вам сказать по чесноку-то, три религии инженера не дожило до 50 лет. Клевенько, да? Ну, клево. Ну, вот так вот, да? Просто. Вот так вот. Вот о чем мы будем говорить. Думайте головой и пробуйте только качественное пиво. А качественное пиво должно быть где в вашем мозгу? Если срок хранения больше семи дней, да заберите в это говно. Пусть какой-нибудь урод его пьет, который хочет стать диметрольным алкоголиком. А мы не такие. Продолжение следует.